здравствуйте дорогие друзья ну начну с короткого сообщения сегодня многие мудрецы израиля написали о том что в 13 часов все матери израиля будут читать псалмы за то чтобы вернулись с войны живыми здоровыми за всех которые воюют и читать нужно 83 142 и 143 псталом час дня это очень важно и так вообще вот чтение псалмов молитва традиция просит праведника помолиться за кого-то впервые где это было в нашей недельной главе нашей в нашей главе вообще много чудес аврам поселился в грари сказал всем что сара его сестра царя мивел их забрал сару к себе какой разговор с богом потом говорит возврати муж жену мужу ибо пророк он и он будет молиться за тебя и ты будешь жив сказал бог ами мелыху то есть бог который всем руководит говорит сначала помолись то есть он показал нам каким образом решаются любые проблемы так устроен этот мир может мы хотим иначе но настроен так духовный мир есть он более реален чем физически поэтому говорят мудрецы что жить по недельной главе для чего мы читаем и изучаем недельную главы написали каббалисты что если возьмешь недельную главу и у тебя мозга хватит прочесть до конца ты каждый день поймешь что надо делать надо каждая минута в которой ты подошел к недельной главе она тебе дает понимание жизни любавический рэбе что говорил что тора является текстом значимость которого вечно в каждом эпизоде можно найти параллель сегодняшним днем и указание как строить наше отношение сегодня во всем в торе в тегелим это это все зашифрованные послания сверху я как пример просто возьму мы с вами сейчас прошли поколение от адама до шема да но каббала пишет например что если ты хочешь есть такая была связана с излечением болезни сустава в плеч и рук и ног если у тебя суставы болят нужно взять сесть и перечислить имена прародителей в очередности на иврите от адама до шеба то есть адам шепт и наш кейнан милами миладель ерет ханах метушилла хлебных ночи что такое перечислил тора говорит помогает и так весь мир устроен жизнь и смерть это состояние характеризующие не только физическое тело человека но и душу главное чертесно связанный с духовностью историй знающий чего свыше не хочет это настоящий живой человек нельзя человека написано оторвано от творца и вследствие этого духовно заблудшего нельзя считать живым так написано ну мы кажется вот идет живой да нет тело живое душа мертвая молитва это вообще дело серьезное трудное попробуйте вот сами как-нибудь да нет никогда вас везут не дай бог в операционную или вы сдаете экзамен тогда у вас концентрация самое лучшее обычно дневная молитва не успеешь сказать двух слов в голову лезут уже какие-то мысли там как что начальник сказал как сыграют в баскетбол и так далее не случайно молитву называют на иврите а вода а вода это работа до молитва это работа требующая предельной концентрации внимания но молитва может также служить и другому источником вдохновения уходить от нее и кто хоть раз в жизни прикоснулся такой молитве может быть емкий пур знает что мир преображается обратите внимание мы держим в голове там телефонные номера коды каких-то там телефона даты рождения друзей какой-то в память у тебя занято разными вещами был такой великий подвижник торы до военных лет это рабе лейбович и он вообще он деньги никогда не считал когда расплачивался за покупку по колейной лавке он протягивал горстку монет на ладони хозяина считывал сумму почему это не был какой-то барский жест просто рафу не отличал гривенек от 5 алтынного он не знал он берег свое мыслительное пространство от материального мусора и поэтому стал великим сказано нашей недельной главе и построил там жертвенник богу написано три жертвенника построила авраам соответствии с трем уровнем наших отношений с всевышним первый свой алтарин поставил что поблагодарить бога обещавший ему детей благосостояния страну где он сможет жить этот жертвенник соответствовал чему соблюдению заповеди которая это вообще дает жизнь душе 2 алтарь авраам воздвиг благодарность богу за что за великий дар за раскаяние он поблагодарил бога за то что там где мы споткнулся мы можем исправить и это поддерживает нашу душу и восстанавливает отношения и наконец 3 установил как только для славы творца этот жертвенник это проявление нашей близости способностью отказаться от иллюзии независимого существования и слиться с богом мироздание достигнет этого уровня написано только в период машиаха однако то что мы это можем осознать это уже помогает нам желать прихода вот этого машиаха подвожу итоги надо жить с духовным это поможет нам физическом брахавы от слаха